Всем привет, ребят! После моего обзора на фильм «Вивариум» мне поступило несколько рекомендаций посмотреть новую дебютную работу испанского режиссера с очень сложным именем, которое я вставлю на монтаже. Эта картина под названием «Платформа 2019 года». И хоть на этот фильм уже отсняли миллион обзоров и рецензий на ютубе, я все равно заскочу в этот уходящий поезд и выскажу свои мысли, которые у меня возникли после просмотра, а их, поверьте, было немало, как и у большинства людей, судя по вот таким километровым комментариям и срачам на разных сайтах под этим фильмом. Когда я увидела весь этот масштаб обсуждений и противоречивые отзывы, у меня не возникло сомнений, что я обязательно должна посмотреть этот фильм. Для меня это признак годного кино. Давайте сначала коротко расскажу о сюжете для тех, кто вдруг смотрит этот обзор, не посмотрев сам фильм, а потом уже по традиции мои рассуждения. Действие происходит в антиутопическом будущем. События развиваются в многоэтажной подземной тюрьме, которую называют ямом. В яме несколько сотен уровней, а на каждом из них находится два человека. Каждый день с нулевого этажа, где расположена кухня, спускают стол, движущую платформу с множеством самых разнообразных блюд и вкусняшек. Пищи готовят столько, чтобы хватило на всех, если заключенные распределят ее равномерно. Однако, если на первых уровнях переедают, то на сотых многие задумываются о каннибализме. Фильм наполнен множеством метафор и символизма, и самые явные для меня я сейчас обсужу с вами в этом видео. Итак, всем очевидно, что это многоэтажная тюрьма символизирует рассвоение нашего общества. Хотя, судя по комментариям, что это очередное артхаусное говно бессмысла и не тратьте на этот фильм свое время, видимо, очевидно, не всем. Мне всегда было интересно, чем же так заняты эти люди, что им жалко своего драгоценного времени на просмотр такого рода фильма. Ну, наверное, спасают китов. В общем, идея этой тюрьмы такая. Чем выше у тебя этаж, то есть статус, тем больше у тебя еды. Помимо главной привилегии, пищи, которая является первой жизненной необходимостью, высокое положение в яме дает тебе возможность влиять на большее количество людей, расположенных под тобой. Эта мысль очень хорошо отражается в сцене, где сокамерница нашего главного героя просит его повлиять наверх и попросить людей наверху не переедать, чтобы нижние слои также могли насытиться едой и не погибнуть с голода. На что он ей отвечает просто гениальной фразой, что извини, я не могу повлиять на людей выше себя, потому что я не умею срать наверх. В то же самое время мы видим, как ему удачно получается влиять на людей под собой, запугивая их тем, что если они не будут его слушаться и не переедать в избытке, то тогда он своими фекалиями будет обмазывать всю еду. И путем такого шантажа они его реально слушались, а вот наверх уже достучаться со своей просьбой Горен никак не мог, у него просто не было этого рычага влияния. Дерьмо эффективнее солидарности. Это, пожалуй, самая яркая фраза из этого фильма, которая запомнилась всем. Влиять на людей шантажом получилось куда эффективнее обычной просьбы. Ну, это Жиза. Этот фильм вообще можно полностью разобрать на кучу крутых цитат. В каждом диалоге там есть смысл. Например, мне еще очень понравилась цитата «Ты веришь Бога?» В этом месяце, да, сказал ему сокамерник, потому что в этом месяце у него была еда. Вернемся к символизму. Раз в месяц их усыпляли газом, а проснувшись, они оказывались на другом рандомном этаже, и он мог быть как выше, так и ниже их предыдущего. Как и в обычной жизни, мы с вами можем подниматься, потом больно падать вниз, потом опять карабкаться наверх, потому что жизнь вот такая нестабильная штука. Но, как мы видим, поведение некоторых заключенных совершенно не меняется, несмотря на то, что меняется их положение в этом обществе. Если, например, Горен совершала плохие вещи только с целью самообороны и выживания, то некоторые люди одинаково мерзко себя вели, что на нижних этажах, что на верхних этажах. Они быстро забывали, как им было плохо внизу, и вели себя очень отвратительно по отношению к людям, которые были под ними. Ведь у них, казалось бы, на верхних этажах там было все, но они буквально бесились с жиру. Также было очень необычно для нашего главного героя, когда кто-то с верхних этажей суициднулся и скинулся вниз в яму, на что сокамерник ему сказал, что некоторые люди так сильно рвутся туда-наверх, что, получив это заветное желание, просто теряют смысл своего существования. На этом моменте в фильме у меня возникла очень популярная фраза в голове, что не в деньгах счастье, я думаю, что не одна я об этом подумала. Как много людей, у которых, казалось бы, есть все в этой жизни, но они продолжают быть недовольными и несчастными. Каждому человеку на этой платформе разрешалось взять с собой в тюрьму одну вещь. И, как мне кажется, эта вещь как никогда характеризовала каждого персонажа. Кто-то брал с собой ножи, арбалеты, оружие, чтобы, как казалось бы, иметь какую-то власть над другими людьми. Кто-то брал с собой деньги, хотя они там вообще были не нужны, но, видимо, внутренняя жадность человека просто не давала ему возможности расстаться с ними. Наш герой Горенг взял с собой книгу и практически все над ним смеялись, что это самая бесполезная вещь, которую можно было взять. Своему великому стыду я не читала Дон Кихота, который является классикой для испанцев, как, например, для нас произведение Достоевского, но я загуглила характеристику Дон Кихота и сделала вывод, что наш герой Горенко имеет что-то схожее с книжным персонажем. Я выяснила, что герой книги являлся обычным стариком, который возомнил себя рыцарем и отправился на подвиги. Он жил в своем вымышленном воображении. Самая дохлая кляча ему казалась добрым конем, девицы легкого поведения оказались ему благородными барышнями, а великаны, с которыми он так долго сражался, были всего-навсего обычные ветряные мельницы. Однако у него действительно были благие намерения, он пытался бороться со злом. Дон Кихот хотел искренне помогать людям, но получалось ровно наоборот. Причем сколько бы он не пытался творить добро, все его попытки были безуспешными и он так и не смог изменить этот мир к лучшему. Также и наш главный герой Горена пытался сломать систему и изменить людей в них, но потом он понял, что людей невозможно изменить и все, что ему остается, это достучаться до администрации, которая по всей видимости тоже что-то олицетворяет в этом фильме. У меня, если честно, нет четкой позиции, что же такое администрация и кто же этот педантичный повар, который так тщательно следил за приготовлением блюд. Одна из моих версий, что он олицетворяет бога, творца, который так трепетно работает над своим произведением, над блюдами, а люди просто как дикие звери терзают эту еду. Это видно в кадрах фильма, они просто топчутся по ней, разбрасывают, вот так едят ее, просто разрушают все то, что было так тщательно создано для них же самих. Вообще, у этого фильма очень много отсылок к Библии. Например, тот момент, когда женщина из администрации просит Горенга питаться ее плотью, это цитата из той же самой Библии. Или, например, сцена, где Горенг берет яблоко с платформы и пытается спрятать его. Очевидно, что это намек на запретный плод. И, конечно же, ребенок, который олицетворяет просто все самое хорошее, чистое и светлое, что только может быть. Найдя его, Горенг понимает, что ребенок является посланием для верха, и именно этот ребенок как символ перерождения. Вообще, в таких фильмах полных символизма не стоит обращать внимание на какие-то несостыковки в сюжете. Многие написали, что им фильм понравился, но не понравилась смазанная концовка, где не объясняется, что это была за женщина, что это был за ребенок, куда он поехал, кто такая администрация, и что со всем ребенком станет, когда он дойдет до администрации. В общем, много вопросов без ответов осталось у людей, но ведь смысл фильма вообще не в этом, а в том, что он оставит в вашей голове после себя. У меня было очень много размышлений во время и после просмотра, но я не буду их перечислять все в этом видео, потому что вы просто устанете меня слушать. Да, фильм мрачноватый, но если вы очень впечатлительны особо, то вы можете, как и я, просто отворачиваться в неприятных моментах в фильме, отвлекаться на телефон, например, когда там кровяка и сцены с каннибализмом. Где-то в комментариях я увидела возмущение по поводу жестокости артхаусных картин. Мол, идея эта фильма хорошая, но зачем ее так трэшово и мрачно экранизировать, ведь можно этот же смысл передать нормальным способом, а не забивать людям голову этой чернухой. Ну, что можно сказать? Артхаусные, мрачные фильмы куда больше оставят впечатление после себя, потому что дерьмо эффективнее солидарности. И на этой чудесной ноте я заканчиваю свой обзор и в очередной раз призываю вас смотреть вот такие крутые и необычные фильмы, которые можно обсуждать просто бесконечно после просмотра. И, конечно, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить вот такие шедевры кино. Спасибо вам за просмотр, котятки! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok